Привет, друзья! В сегодняшнем видео разберем, как работает такое важное устройство, как сервопривод, и напишем лучшую программу по управлению сервоприводом. Сервопривод встречается в робототехнике почти в каждом проекте. Без него невозможно обойтись, когда речь заходит о выполнении задачи точного позиционирования. Сервоприводы применяются в бионических протезах для того, чтобы шевелить пальцами, и в шагающих роботах, где они выполняют функцию перемещения конечностей. Промышленная робототехника, которая применяется во всем мире для автоматизации производства, использует манипуляторы, и ни один манипулятор не обходится без сервопривода. Так почему же именно сервопривод везде используется, спросите вы? Все дело в его свойствах, которые вытекают из его строения. Сервопривод – это привод, в котором используется отрицательная обратная связь, позволяющая точно управлять положением выходного звена. Для создания такой обратной связи применяется датчик положения выходного звена, но могут применяться как датчики скорости или усилия. Получается, сервопривод – это привод, на который подается управляющий сигнал, он его принимает и ждет, ждет до тех пор, пока не поступит новый сигнал. И такие возможности управления серьезно отличают сервопривод от обычного мотора-редуктора, который непрерывно вращается, пока на него подано напряжение. И давайте посмотрим, как устроен сервопривод. В его состав входит электродвигатель постоянного тока, редуктор с набором шестеренок, потенциометр, который выполняет функцию датчика положения для обратной связи, электронная плата управления электродвигателем и корпус, в который заключено все содержимое. К сервоприводу всегда подводятся три контакта. Первый – это минус, или земля. Второй – плюс питание. И минус обычно черный, а питание – красный провод. Третий же провод. Он может быть любым цветом. Это зависит от производителя, но обычно он либо желтый, либо оранжевый. И вот третий – это управляющий провод. На него подается управляющий сигнал. Управляющий сигнал – это ШИМ-сигнал с частотой в 50 Гц. Но частота может отличаться. Это зависит от сервопривода. Так как частота управляющего сигнала остается неизменной и всегда равняется 50 Гц, период между управляющими сигналами управляется 20 миллисекундом. Но положение выходного вала задается длительностью подаваемых импульсов. И для каждого сервопривода оно будет немного, но отличаться. Поэтому каждому типу сервоприводов нужен свой подход. Мы уже много сейчас поговорили про устройства сервоприводов. Но давайте разберем, как же подключить сервопривод. Да не один, а сразу несколько. Потому что в наших будущих проектах мы будем использовать и 12, и более сервоприводов. И одна плата Ардуино с этим не справится. Нужно какое-то расширение. И такое расширение есть. Одно из самых популярных расширений для управления множеством сервоприводов является 12-разрядная микросхема PCA9685. Она соединяется по интерфейсу A2C и имеет возможность управлять 16 сервоприводами. Но если вам и этого мало, то вы можете соединить несколько таких плат последовательно. Но нужно будет поменять адрес платы. Изначально ее адрес 40, но на плате имеются пины для смещения адреса устройства. То есть, если у вас соединены две таких платы, и первая имеет адрес 40, то на второй вы можете запаять контакт A0, и адрес устройства станет 41. И так далее. Вот список всех адресов при запаянных контактах. Эта плата имеет отдельное питание для сервоприводов. И именно сюда нужно подключать основное питание. И, кстати, у них тут расположены фильтрующие конденсаторы по питанию, что является очень хорошим решением. Так давайте соберем схему по управлению несколькими такими сервоприводами. Нам понадобится 4 сервопривода, провода, аккумуляторы, плата расширения и ардуино. Для управления нам понадобится скачать библиотеку для PCA 9685. И здесь я не буду говорить о том, как я написал свою библиотеку по управлению, скачав чужие исходники. Нет, я просто покопался в сети примерно полчаса и нашел самую нормальную библиотеку от ардуино. Ребята реально постарались. И давайте напишем программу именно с ней. Включаем библиотеку. Создаем переменную серво. А вот дальше я вам советую приступить к ручной настройке сервопривода. Но пока мы запишем вот эти значения. Запускаем модуль. Нам нужно указать адрес устройства и частоту в герцах. А дальше зададим нулевое положение сервопривода под номером 0. Загрузим и проверим, как повернулся сервопривод. Попробуем надеть насадку на вал. И видим отклонение в нескольких градусов. Чтобы это исправить, настроим начальное положение, поменяв значение в сервосет. Проверим еще раз. И делаем это до тех пор, пока он у нас не выставится точно. Теперь установим сервопривод на поворот в 180 градусов. Проверим, как он поворачивает. Ну, это совсем фейл. Нужно изменить максимальное крайнее положение, увеличив вот это значение шим сигнала. Меняем значение. Смотрим, что получилось до тех пор, пока нас это не устроит. Вот теперь он поворачивается ровно настолько, насколько нужно. Теперь остается написать код для оставшихся сервоприводов, откалибровать их и запустить. Вот такие дела, друзья. Да, у меня тут еще появился плейлист по роз. Так что, если вам интересно, то перейдите, посмотрите, что там происходит. Может быть, вам будет это полезно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Мне очень приятно, что вы продолжаете поддерживать проект. Это помогает в его развитии. Пока.